Партнер программы – торговый центр «Евразия» на героев Хасана, 56. Здравствуйте! Мы приветствуем вас в кулинарной программе «Еда как дважды два». С вами ведущая Анна Водоватова и шеф-повар студии «Аппетита» Олег Ваньков. Любите готовить? Присоединяйтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, на столе набор продуктов, который вызывает очень много вопросов у меня. Минимум. Минимальный набор продуктов, как ты видишь. Здесь есть только утиная грудка, есть сливы, есть кусочек сливочного масла, есть немного бальзамического укса, но и для новогоднего настроения у нас есть две мандаринки и немного гвоздика. То есть они вообще для настроения или все-таки будут принимать участие? Что мы готовим? Мы сегодня приготовим утиную грудку со сливами. Неожиданный поворот. Ну, так вот, да. Решили мы сегодня с тобой по минимуму побежать. То есть я правильно понимаю, что сливы выступают в гарнире? Это гарнир, это основное блюдо, конечно. Вот, собственно, ты этим и займись. А я тем временем приготовлю утиную грудку. Я хочу ее сегодня обжарить. Обжарим мы ее на сковороде. Я покажу, как это сделать правильно, чтобы она осталась сочная внутри. Вот это вот. Потому что бывает так, что утиную грудку многие начинают жарить, варить, тушить очень долго с ней. И пересушивают. Да, и она получается сухая и не такая вкусная. И не вкусная. Она вкусная, но она не такая, какая должна быть, как мне кажется. А также нам понадобится бальзамический уксус для того, чтобы сделать соус. Сливы, бальзамик, немного апельсин и гвоздика. Кусочек сливочного масла и немного сахара или сахарной пудры. Моя задача – почистить сливы, чтобы там не осталось ни одной косточки. Ну, в принципе, она там одна. Режешь пополам, косточку достаешь, складываешь половинки. Я представляю, как это выглядит. Пока ты занимаешься сливами, я возьму утиную грудку и сделаю на ней надрезы. То есть, что я имею в виду? Мы вот здесь, прямо на шкуре, сделаем небольшие аккуратные надрезы. Это для того, чтобы что? Для того, чтобы она у нас лучше прожарилась, кожица. И мясо при этом будет сочным. Шкуру мы не снимаем ни в коем случае. Можно вот так вот, смотрите, друзья мои, в разных направлениях. Ну, в двух как минимум ее сделать. Раз, два, три, четыре. Видно, да? Обжаривать мы ее будем прямо на шкуре. Вот так. Немного соли и черного перца. И все, она готова прямо? Ну, да. То есть, не надо ее мариновать, где-то держать. Нет, мы ее, смотри, с двух сторон посолили. Мы ее также поперчим сейчас с двух сторон. А чем утка лучше других птичек? Курицы, идейки, например. Ну, она не лучше, она другая, в принципе. Но мне нравится утинная грудка. Смотри, вариантов приготовления утиной грудки, надо уже сказать, да, существует очень много. Один из них я сегодня хочу показать, как ее сделать. То есть, мы ее жарить будем на шкуре до тех пор, пока она не станет хрустящая и вкусная. Потом перевернем на другую сторону, еще подержим несколько минут. Это примерно минут 7-8 с каждой стороны получается. После этого мы дадим время, чтобы она отдохнула. Это еще минут 5. И, в принципе, через 15 минут, 20 максимум, да, с момента, как мы его положили на сковородку, мы можем уже приступить к трапезе. Вот. Я думаю, что и гарнир мы тоже успеем за это время приготовить с тобой. Духовка как вариант подходит? Да, подойдет духовка. Смотри, тогда мы жарим ее чуть меньше, то есть по 3 минуты с каждой стороны убираем в духовку, еще минут на 5. И все. И она будет готова, да. Ну, для приготовления можно будет использовать самую обыкновенную индукционную плитку, которую мы сейчас с собой поставим здесь на стол, и самая простая сковорода. Но главное, чтобы она была с толстым дном, чтобы теплоотдача у нее была лучше, да? Если мы возьмем тонкую сковородку, она очень быстро... Сгорит. Не сгорит. Нет. Она быстро заберет на себя тепло и просто будет вариться. Ты увидишь утиную грудку в бульоне, в собственном соку. Но мы же не гуляш из нее делаем, мы ее делаем жареную, поэтому и сковорода должна соответствовать. Итак, смотрите, мы сперва с вами должны разогреть сковороду. Очень сильно разогреть ее. Я поставил максимальную температуру нагрева, добавил капельку оливкового масла, и теперь подожду. Вот, видишь, бурление небольшое началось. Сейчас мы отправляем утиную грудку кожей вниз. На сковороду. Да, она должна начать шипеть. Если этого не слышно, значит, мы что-то делаем неправильно. Потому что тогда она будет вариться у нас. Видишь? Как она? Она начинает немного скукоживаться. Скукоживается, да, это слово какое. Мы для этого и делали надрезы на коже. Во-первых, ее не согнет вот так вот, да? Она у нас останется... Ровненькая. Она будет ровная, она будет красивая. Вот теперь нужно как-то играть аккуратно с температурой. Можно немного убавить ее, можно чуть-чуть добавить. Главное ее держать на такой грани, чтобы она не начинала вариться. Как только ты понимаешь, что из нее выделяется влага, значит, что-то уже пропало, да? Потому что она начинает вариться, а это совсем не тот процесс, который хотелось бы сегодня видеть здесь. Она должна вот шкворчать и подпрыгивать на нашей сковороде. При этом можно ее не перемешивать, ни в коем случае ее не нужно протыкать ножом или тыкать вилкой. Пусть весь сок останется там. Как говорится, вот реакция Майяра проходит, да, мясо начинает дентурировать, сворачивается белок. В нашем случае пока что еще обжаривается шкурка. Утка тем временем просто, ну, вот лежит, отдыхает. Пусть она здесь лежит, мы ей мешать не будем. Ленивая утка? Ленивая утка, минут 7 она полежит на одной стороне, потом мы ее перевернем на другую и продолжим обжаривать только уже со стороны вот этого мяса, понимаешь, да? Впервые мы жарим шкурку. Смотри, я могу взять лопатку и показать, какая она у нас становится с другой стороны, а именно она будет становиться вот такой вот золотистой, видно, да? Но этого еще мало, надо еще немного подождать. Это мало, да. Потому что у нас еще жар не дошел до толщи мяса. Хотя, ты знаешь, он и не должен его прожарить до конца. Утка не должна ни в коем случае приготовиться полностью. Она будет такая, знаешь, medium rare, то есть она немножко даже будет сырая внутри оставаться. Видишь, у нас сколько выделяется сало, да? Жирная такая, хорошая утка у нас получилась. Собственно, он и спасает ее от пересушивания. Мы мякоть оставим сочную внутри именно по этой причине, что мы ее начинаем жарить со стороны шкурки. Сейчас мы шкурку обжарим и теперь в этом же масле, в этом же сале, в который вытопился от шкурки, мы будем обжаривать вторую часть утки. Вот, собственно, время как раз ее перевернуть. Обратите внимание, какая она у нас стала. Очень красивая и золотистая. И при этом я использовал только самую лишь капельку масла. Можно вообще обойтись без масла абсолютно. Только тогда надо взять не толстый алюминий с кислоновым покрытием, а можно взять прям такую хорошую чугунную сковородку, хорошенечко ее разогреть, бросить шкуркой вниз и обжарить так же, как мы сейчас с собой все это делаем. Посмотри, она начинает собираться, видишь, она объемная становится. То есть это говорит о том, что сейчас у нее запечаталось мясо, да? И весь жар, который будет находиться, он останется внутри. То есть мы ее запечатали. Соку некуда деться. Он будет находиться внутри, и он будет продолжать запекать ее, да? Вот в этот момент, конечно, можно ее сейчас переложить на противень и убрать в духовку еще минут на 5, и она будет готова. Но мы с тобой сделаем это прямо на сковороде. Я убавляю температуру примерно, ну, процентов на 20, да, от максимального разогрева. И просто жду, когда она у нас еще полежит, здесь погреется. Вот такая вот, собственно, жаркая. Ничего сложного здесь нет. Так, ну вот, смотрите, наша красавица готова. Мы сейчас ее уберем в сторону, пусть она полежит и отдохнет немного. Ну, минут 5 она должна все равно полежать, чтобы там вот эта влага, ну, то есть то, что начало расширяться, успокоилось, перераспределилось влага по всей плотности, по текстуре мяса. Тогда ее, во-первых, будет легко резать, во-вторых, когда ты будешь ее нарезать, тебе кровь не брызнет в нос, понимаешь? Вот этого сока не будет из него большого выходить, иначе ты увидишь лужу крови среди кусочков утки. Вроде вкусно, но неэстетично. Давайте мы ее уберем в сторону, а тем временем прямо здесь же на этой индукционной плитке мы приготовим гарнир. Понадобится любая емкость, ну, вот подойдет такой сотейник или ковшик, можете взять кастрюльку с двумя ручками. Включаем, нагреваем небольшой кусок сливочного масла, сахара, ну и бальзамического уксуса. Вот такую связку мы сейчас отправим сюда. Так, кусок сливочного масла, хотя тут он небольшой, можно его отправить весь. Разогреем. Так его даже можно слегка заколеровать, чтобы из него влага уже начинала выходить. Так, мы рассыпили кусок сливочного масла, смотрим. Сейчас мы добавим туда сахар. Чуть-чуть его обжарим, закарамелизуем, чтобы такой вкус карамельный у нас получился. И немного цедры. Вот цедры можно мандарином снять, можно взять апельсинку. Кстати, Ань, почисти, пожалуйста, пока. Помоги мне. Вот так вот снимаем ее. Может, знаешь, как сделать? С помощью терки или, например, только самую оранжевую яркую часть. Мандаринку, смотри, что делал. Просто пополам разрезал, отправляем ее туда. Да? Вместе с сахаром, да. Да. Давай вторую. Ничего себе. Видишь, я как поперек разрезал, чтобы больше сока туда ушло. Жарим сахар, мандарин и масло. Чудеса. Чудеса, да и только. Смотри, немного цедры. Снимем вот эту вот белую часть. Так. Оставим только яркую оранжевую. Нарежем ее чуть-чуть. Можно на терке это сделать. Можно ошпарить кипятком, можно этого не делать. Сюда аж добавим. Добавим вкуса. Угу. Цитрусового вкуса. Цитрусового вкуса. Много не надо, потому что будет перебор, и у тебя будет много... Горчинки. Горчинки, да. Горчинка нам лишняя там не нужна. А к утке обязательно что-то сладкое готовить нужно? Нет, не обязательно. Или ее можно с кашей гречневой? Почему нет? Можно и с кашей с гречневой, можно сделать. Ну почему-то я... Блок с уткой. Представляешь, как это вкусно. Где ее встречают, там везде что-то ее сладкое сопровождают. Потому что, видимо, хотят как-то подчеркнуть вот эту вот вкусную, сочную составляющую этого замечательного мяса. Ну, по крайней мере, мне нравится тоже с сладкими соусами утка. Ну и от слова с уткой я бы тоже не отказался. Теперь закладываем сливы. Давай. Прямо вот так выкладываю сюда все остальные. Видишь, у нас влаги мало, масло заклеировалось. Так. Сыворотка у нас ушла. Мы добавим немного бальзамического лукса. То есть когда влага уйдет уже? Да-да-да, чтобы у нас он тоже выпарился. Можешь выкладывать остальные фрукты. Все остальное сливу. Ну и для настроения, для аромата Нового года добавь, пожалуйста, несколько звездочек. Несколько соцветий гвоздики. Сколько там, например? Ну, штучек пять много не надо, потому что она, знаешь, такая самодостаточная. Все на себя заберет, и мы получим с тобой гвоздичный соус, а не соус и слив. Уксус выпарился. Видишь, какие стали густые пузырьки у нас? Да. В этот момент можно перемешать. Аккуратненько мы перемешаем наш будущий гарнир. Так, ну что, накроем крышкой. Семь минут, и наш новогодний праздничный гарнир. Новогодний праздничный утки. Будет готов. Да. Кстати, скажи мне, пожалуйста, ты что планируешь сделать на новогодний стол? Какое горячее блюдо? Вот я еще не думала. Это будет зависеть от того, останусь я дома или пойду в гости. Но когда я остаюсь дома, и ко мне приходят гости, я все это делаю. Ставлю воду на плиту. И про пельмени? Да, нет. Бывает и такое. Ну да, дежурный такой вариант. Но при этом пельмени лепят гости тоже. Хорошо, это прям такая пельменная вечеринка получается. Приходят гости, своими руками налепили, тут же поставили воду, скипятили, и сидят все, наедаются пельмени. А вообще я предпочитаю готовить что-нибудь в духовке. Чаще всего это птичка какая-нибудь. Вот, экстравагантное не берусь делать, а вдруг не получится, останемся без горячего. То есть проверенные какие-то рецепты у меня. Мне кажется, у тебя уже опыт и столько, что можешь фуру дать мне, поварам, нет? Ну, некоторым друзьям даю. Отлично. Ну вот, смотри, считанные минутки у нас. Уже, собственно, гарнир готов. Можно его отключить, как говорит поварам, он и так дойдет, да? Дойдет, полежит под крышкой, и, собственно, мы его будем выкладывать сейчас на тарелку. Но перед этим я хочу нарезать утку. Давай-ка я это сделаю сам. Я, конечно, тебе доверяю. Не-не-не-не. Вот она у нас полежала и отдохнула. Мы ее выкладываем на подготовленную рабочую поверхность. Попробуем? Давай. Как я ей там отдыхалась? Ну, нож должен быть острый. Если у тебя будет тупой нож, ты из него выдавишь много сока. Он, может быть, даже будет похож на кровь, но это не так. Посмотрите, что у нас получается. Нравится тебе? У меня слюна отделения началась. Так зачем нам тарелка? Давай прямо так вот соусом сюда польем и вилками будем отсюда кушать. Это вот так сейчас, кстати, модно. Да, так модно, так хорошо. Но мы сегодня хотим получить эстетическое удовольствие на кухне Соренто. Прямо вот здесь на тарелке будем выкладывать, ладно? Вот так. Красиво? Красота. Это еще не все. Давай мы теперь добавим сюда гарнир и слив. Вот тот мандарин, который сделал свое дело и уже растворился, мы его выкладывать не будем, видишь? Ну, он такой, вяленький. Такой вяленький мандарин. А слива, которая у нас осталась в таком внеизменном виде, в виде практически она сохранила свою форму. Вот она нам как раз сейчас нужна. Смотри. Запах. А тот соус, который выделился при приготовлении вот этих трех составляющих, это специи мандарин и слива, да? Мы сейчас соусом польем. Боже же. Ну что, давай вилки будем пробовать. Ну что, мне не терпится уже? Пробуем? Мне тоже не терпится. Ну и как это у меня часто бывает. Желание загадать? Да, загадать желание, потому что я такое, конечно, не ела. Можно, да? Ну, сочная, жуется. Очень. При этом не надо жевать ее, правда? Ты знаешь, утку я уже на вкус пробовал не раз. Вот сливы сегодня... Сливы сегодня отменные. Сливы сегодня терпкие. Вот честно, они очень хорошо сочетаются с этим мясом. Ну это очень вкусно. А сочетание изумительное. Невероятно вкусно. Ну, мы вкус не передали вам, но технологии поделились, поэтому готовьте, у вас получится. Готовьте с удовольствием. И увидимся в нашей следующей программе «Еда как дважды два». Рецепты программы «Еда как дважды два» смотрите ВКонтакте в группе «Дежурные по городу». Если вы любите готовить и хотите научиться из простых продуктов делать шедевры ресторанного уровня, жду всех в кулинарной студии «Аппетита». Мы проводим взрослые и детские праздники, школьные экскурсии, мастер-классы. «Аппетита» – это кулинарное шоу с вашим участием на профессиональной кухне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА